И в том числе и грудной оскарм, у меня все основные такие моменты. Нет, вот эта штука у меня, это вообще какая-то максимально абсурдная ситуация. У меня просто начала чесаться губа, просто начала чесаться, она чесалась. И я ее чухала-чухала, я даже не знаю, что это было вообще на самом деле, и расчухала сильно. И вот она у меня три дня вот так. Я губы не колю уже два с половиной года, и я устала об этом говорить. И более того, когда я колола губы раньше, до там всех беременностей, мне эта процедура была очень сильно неприятна. И до той степени, что я чуть ли там теряла сознание. Ну, мне действительно это болезненно. Ну, это что болезненно. Неприятен сам процесс, и я с над шатурем всегда сижу. То есть неужели вы думаете, что я бы рисковала вообще своим состоянием, и, блин, делала это во время беременности? Ну, здравствуйте. У меня очень асимметричное лицо, в принципе. Потому что, во-первых, у меня очень много шрамов здесь, я об этом говорила, показывала. Во-вторых, из-за того, что у меня здесь отсутствует два зуба. Один молочный, который мне удалили, и один зуб мудрости, который мне тоже удалили. А здесь они все есть. У меня очень сильно смещается, и во время пока беременности я с этим ничего не могу сделать, к сожалению. Поэтому я пока жду. А так, да, у меня вот эта половина лица, она гораздо красивее. И, ну, видите, это такая боли, как отекшая, что ли, напухшая из-за шрамов и из-за всего этого. А это красивое. Поэтому я люблю свою левую половину. Вот. По стоимости мы еще определяемся, потому что... Ну, думаю, что мы там какую-то первую волну запустим со скидками, естественно. А потом... Ну, он не будет дешевый, потому что очень большой интеллектуальный вклад, очень много времени он занимает. И более того, чтобы написать эти посты все, потому что информация достаточно такая, ну, я думаю, вы представляете, там... Ну, там у нас больше 80 тем получилось, то есть больше 80 статей, которые нам надо написать. И, естественно, просто сидеть и писать. И мы думаем, что мы просто как будем записывать аудио... Ну, есть просто копирайтеры, да, которым ты записываешь аудио, они тебе этот текст полностью пишут, и ты потом уже там сама редактируешь. И это как бы недешево стоит. То есть это самый-самый дешевый вариант, если найти там 100 гривен один пост. А представьте, таких постов будет 80. То есть как бы вы понимаете, да, что только вложение, плюс если это организует... И плюс это надо полностью дизайнерски оформить, всеми этими картинками и так далее. Плюс это сделать платформу и полностью шрам, и систему оплат, и все это провести, как бы, ну, это большие затраты. Поэтому... Поэтому это будет недешево точно, но это будет того стоить, и я уверена, что классно. Вот, но пока работаем над этим. У меня не смарт-часы, у меня Apple Watch. Покупала... Где же я их покупала? Там, в Стилусе, по-моему, покупала. У меня у детей не бывает диареи, поэтому я ничего не делаю. К третьему ребенку мы еще ничего не начинали покупать, но мне повезло, что это девочка в этом плане. Потому что, когда я подумала, когда я была уверена, что это мальчик, мы уже там все детские вещи Лолуны поздавали в детдом. Ну, как бы мы не поздавали, мы еще отложили в большие мешки, думали отвозить в детдом и оставили это, ну, увезли, как бы. И думали, что отвезем в детдом. И, слава богу, не успели еще отвезти, у нас как раз там планы поменялись. Так что Лолуны все детские еще там сохранились. Поэтому там надо будет немножечко докупить. В принципе, ну, много я и так пораздавала. Я вообще говорю, что я все вещи всегда отдаю. Те, которые в хорошем состоянии, да, там и друзьям, и родственникам, и знакомым каким-то. Я просто все раздаю на самом деле всегда. Я не люблю продавать. Вот я просто человек. Я знаю, что многие, как бы, наверное, это выгодно, там даже дорогие вещи продавать, и это окей. Но я так не люблю этим заниматься. И я когда пару раз у меня был опыт, когда я выкладывала на OLX, это миллион вопросов. Вот, а сфоткайте в таком положении, сфоткайте в другом, а пришлите видео, как оно выглядит. Это настолько морочно, что мне, честно говоря, легче этим не заниматься. Легче просто в дар кому-то. Поэтому, ну, мы ничего не покупали. Коляска у нас есть розовая. Единственное, что я хочу купить двойную коляску. Я пока еще думаю, какую. Мы уже нашли соединение для колясок йо-йошек. Поэтому я сделаю точно, я еще возьму одну йо-йошку и соединю их. И это будет для путешествий. А именно большую, основную. Мне очень понравилась коляска Jules. Но пока мы так и не решили, как ее с Америки нам доставить. Посмотрим. Благодарю вас. Благодарю за все приятные вещи, которые вы мне пишете. А так, на самом деле, знаете, я для себя сделала вывод, что самые большие затраты деткам начинаются тогда, когда детьми надо уже прям заниматься и развивать их. Ну вот, когда начинаются там курсы, когда уже хочется им там какие-то уже прям развивающие там...